Многострадальное здание в центре города, где ремонтировали помещение Почты России, развалилось в Вилючинске. ЧП произошло рано утром в субботу 6 июля. Большому счастью, никто из людей не пострадал. Краевой следком и прокуратура проводят проверку по факту обрушения фасада здания. Прокомментировал ситуацию и губернатор края Владимир Солодов. Сама ситуация абсолютно безобразная. Мы же понимаем, что объект, который мало того, что много лет люди ждали и терпели неудобства в отделении Почты в жилом доме, отремонтирован с затраченными федеральными средствами по линии Почты России. А потом оказался в таком состоянии, что обрушение стены, слава богу, не привело к человеческим жертвам или травмам. Но в любом случае это же безопасность жителей города, когда одно из зданий, вдруг у него обваливается фасад и первая часть стены. Держал ответ перед губернатором на традиционном оперативном совещании новоиспеченный глава города подводников Игорь Головчак. Он отметил, что у здания три собственника. Городу принадлежат складские помещения в подвале. Там вещи и продукты для горожан на случай чрезвычайной ситуации. Основная часть двухэтажки принадлежит Почте России. Еще один собственник – местный коммерсант. Сегодня с утра я хотел дозвониться до Почты России, чтобы обсудить, предварительно понимая, что я буду сейчас докладывать ситуацию, как они что думают и видят с их стороны. Но, к сожалению, у меня недоступны, не берут трубку, пока связи нет. Но вместе с тем мы предлагаем следующий вариант. Дело в том, что ООО «Ретека» предлагали уже городу подарить, так сказать, свое имущество, второй этаж. Пока взяли на паузу, потому что не понимаем, что планирует делать Почта России со своим имуществом. У нас есть предложение, чтобы ООО «Ретека» подарило свое имущество Динамо о Почте России. Почта России, насколько и важен этот объект для них, разобрали, допустим, второй этаж и таким образом спокойно могли функционировать в своем помещении. Ну, это вот такой вот вариант, как один из. Губернатор, в свою очередь, отметил, что ситуация – полнейшее безобразие и поставил историю с обрушением здания главе на вид. Находите решение, потому что, конечно, ситуация там, кто-то трубки не берет, кто-то еще что-то не делает. Меня, честно признаюсь, не очень интересует. В любом случае, здесь речь о городе Вилючинске, а в городе Вилючинске я, если нет возражений, буду опираться на главу администрации, а не на кого-либо еще. Солодов поручил провести проверки и незамедлительно решить вопросы с безопасностью велючинцев. Не остался в стороне и вопрос о суровых детских площадках закрытого города. Местные чиновники не выделили деньги из бюджета для песка. В итоге детишки играют сейчас в пустых песочницах. Об этом горожане жаловались в телеграм-канале «Массмедиа Камчатка». Хочу обратить внимание на текущие, так скажем, вопросы благоустройства, функционирования таких простых и каждодневных аспектов. Несчастные песочницы, которые никак песком не могли наполнить, чистота на улицах, где нет муниципального предприятия, которое могло бы убираться и так далее. Давайте мы вот эту систему работы велюческого городского округа в порядок будем приводить. Мы следим за развитием событий.